И всем привет, ребят, с вами в сорвании консервированного ролика. Сегодняшний видеоролик посвящен анонсу нашего обновления. Сегодня у нас четверг, 4 часа, это значит, что уже анонс с обновами у нас выходит. Сегодня поговорим о списке обновлений. Есть интересные параметры, которые изменились. Не так, конечно, все обширно, как это было у нас в прошлые разы, но все равно есть о чем поговорить. Ну и выходит ультра уикенд. Я думал, что это будет не ультра уикенд, а дисконт уикенд. И будут у нас скидки, но разработчики игры решили не делать скидки дополнительные перед днем рождения игры. Соответственно, у нас, похоже, будут только одни скидки. И эти скидки будут на день рождения танков. Хотя я думал, что логически было бы сделать еще одни скидки перед днем рождения, чтобы на этих скидках игроки тоже закупились. И вдвойне еще сделать хорошую скидку на ДР. Проходимся по всему быстренько. Я думаю, что здесь особо сильно никакой интересной информации нет. Демочка у нас появляется с картами песочница, жаворонки, дюссельдорф. Для меня лично песочница это единственная карта, которая актуальна из этих трех. Дем режим с повышенной частотой выпадения золотых ящиков. Все по параметрам включено и даже группы включены. Будет интересно покатать на песочнице. На жалонках, на дюсике я думаю, что я вообще не буду даже туда заходить. На песке можно будет подэмить. Ультра-контейнеры добавлены. Устройство новое тектоническое поле. О нем чуть-чуть позже в списке обновлений поговорим. Опять вернули у нас рикошет с гелиусом. Ну и все предметы, которые уже там были. С супермиссии, как всегда, в сумме можно получить 18 ультра-контов. По миссиям ничего тут сложного нет. Если у вас есть боевой пропуск и премка, то это 18. Если нет боевого пропуска и премочки, то получается в сумме вы можете получить 14 контейнеров. Тоже, в принципе, неплохое количество. Дальше у нас 2 спецпака. 1 за 2000 с 5 недельными кантами, 10 ультра-контами и 1 ядерной энергии. И спецпак за 20 тысяч танкоинов с 290 ультра-контами, 3 ядерками и рикошетом с цветом выстрела. Бластер, говорят, что это новый цвет выстрела, хотя это, походу, дефолтный красный цвет рикошета. Не знаю, был он раньше или нет, но, похоже, его не было. Ну, значит, теперь он появляется. Для меня лично ничего такого удивительного в этом нет. Ну и по списку обновлений здесь есть интересные моменты. Как я уже сказал, появляется новое устройство на рикошет, которое наносит оглушение. Но я вам скажу, что все эти новые устройства на рикошет, что были сами, что сейчас с оглушением, это все фигня. То есть, когда у вас есть рикошет со всеми статус-эффектами, эти рикошеты даже близко с ним не стоят, поэтому смысла никакого нет, если у вас есть рикошет с всеми статус-эффектами за мини-игру. Дальше. Число очков в личный зачет в матчмейкинге за помощью уничтожения противника увеличено с 5 до 7. Это очень хорошая вещь. Это значит, что теперь саппорт в игре будет цениться намного больше. И, например, такое вооружение, как дико-вулкан, будет зарабатывать большее количество очков. А если будет зарабатывать большее количество очков, соответственно, будет зарабатывать большее количество кристаллов. На смоку все устройства со статус-эффектами больше не снижают критический урон. Ну и с поджогом смока теперь повышает температуру цели на 30 вместо 50. То есть ее еще и занерфили. Хотя я считаю, что смока сейчас с этими статус-эффектами была не в мете. Посмотрим, что будет после того, как крит урон не будет снижаться. Может быть, вернется в мету. Гарпунчик на магнуме чуть-чуть перебалансили. Максимальная сила увеличивается выстрела на 50% вместо 100. Угол ствола теперь по умолчанию на единичке вместо 0. Радиусы взрыва снижаются на 60% вместо 75. И уменьшено время набора максимального заряда. И увеличено время перезарядки. То есть, по сути, для меня лично это нерв гарпуна, который и так не актуален, и так забагован, на котором не проходит большое количество урона. То есть, для меня, как не был актуален гарпун с этим новым магнумом, так он сейчас и еще, значит, хуже и еще хуже не актуален. То есть, на него вообще пофиг. Гаусс, два устройства, которые наносят ЭМИ и пробитие, теперь наносят статус эффекты ЭМИ на 2 секунды. Пробитие, наоборот, увеличено. Я думал, что оно тоже уменьшено. Пробитие увеличено с 3 до 5. То есть, получается, что пробитие становится более актуальным. Да, с одной стороны, с другой стороны, как бы, аптечки все это дело можно сбить в любой момент. Поэтому, ну, такое, типа, да, хорошо, но Гаусс с пробитием мне все равно не нравится. Где-то он может работать, но не так, что на постоянной основе. Харечек. Изменения в овердрайве. Эффект пробития целей теперь накладывается без проверки видимости в радиусе 60 метров. То есть, без проверки видимости это означает, что если вы даже стоите, например, снизу противник сверху, и у него есть радиус примерно 60 метров, да, вне зависимости в поле зрения, он не в поле зрения, все равно по нему будет наноситься статус эффект пробития. Это очень и очень круто. Также, время пробития снижено с 5 до 3 секунд. Это, в принципе, понятно, почему сделано. Ну, потому что пробивать будет теперь Харек намного больше танков. Ну, и ко всему этому еще в этом же самом радиусе наносится статус эффект подавления. Но здесь уже насчет подавления не написано, что накладывается без проверки видимости цели. То есть, соответственно, оно уже может не регать урон, если вы будете давать типу овердрайв, и он будет стоять за стенкой. То есть, пробитие нанесется, я так понимаю, подавления нет. Если смотреть с точки зрения того, что здесь написано. Но, на самом деле, оно может быть и так, что и пробитие, и подавление будет наноситься через стенки. Потому что, зная того, как у нас все пишут, это может быть и так. Ну, на 7 секунд подавая, это тоже очень хорошая вещь. Возможно, Харек станет более актуальным, и будет больше смысла его использовать. Арес! Наконец-таки! Наконец-таки что-то дельное! Если бы не вот этот вот момент, скорость снаряда увеличена с 12 до 25 метров в секунду, быстро очень будет лететь шарик Ареса. При этом, исправлена ошибка радиуса молнии, которая приводила к тому, что реальный радиус был всего 5 метров вместо 20. Очень, очень сильно, я надеюсь, на то, что он реально будет работать, и реально будет дамажить. А не будет работать, как раньше, супер забаговано, и не нанося урон. Если он будет работать круто, четко, я скажу, что это бомба. Просто бомбочка. Поэтому надеемся на хорошую работу Аресика. Также, расстояние для взаимоподрыва двух шаров уменьшено с 20 до 10 метров. Это то, что я показывал в видосе, когда два шара там накидывает, и сразу все улетают на Арес просто очень жестко, да? Эта темочка чуть-чуть поднерфилась, хотя все равно, я думаю, что она будет работать. И тики с молниями уменьшены с урона 500 до 300, и лечение с 500 до 300. То есть, лечить и наносить урон будет меньше. Но если радиус будет реально 20 метров, то он должен разваливать очень жестко. Он должен очень жестко разваливать. Но, как оно будет работать, как говорится, никто не знает. Уже это третья или даже четвертая неделя подряд, как у нас Арес меняют, и все равно его никак не могут сделать адекватным, нормальным и в балансе. Ну и изменение дрона Кемпера. Изменение в лучшую сторону, но нужно понимать, что бонус эффекты урона и защиты с этим дроном работает только в том случае, если у вас фулл ХП. Урон у вас станет при фулл прокачке в 2 раза больше, броня до 200%, это то есть в 3 раза не может быть, мне кажется. Но это прям очень жестко, если в 3 раза больше броня. А, ну там же пофиг, да, на эту броню. Там до первого урона. То есть, первый урон наносится, и брони у вас нет. То есть, ну, по сути, просто у вас есть ДДшка, которая наносит тройной урон, получается, если у вас фулл ХП. Будет интересно посмотреть, попробовать, но нужно понимать, что работает только в том случае, если у вас фулл ХП. Поэтому реализовать его будет довольно-таки, довольно-таки тяжело. Но можно будет попробовать, посмотреть. Может быть, что-то интересное получится. Например, я помню, я дроны Кемпера пробовал реализовывать с Изидой на вампиризм. И довольно неплохо получалось. Может быть, это обновление придаст Кемперу новую жизнь, и он хорошо начнет себя показывать в каких-то определенных боях на каких-то вооружениях. Пишите, что вы думаете по поводу этого списка обновлений. Пишите, что вы думаете по поводу Ультра Викенда и ДМ очки. И пишите также, что протестировать в первую очередь. Хоречка, Оресика, может быть, Смаку. Будет интересно тоже прочитать. Поддержите видео с лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Также не забывайте о том, что у нас проходит розыгрыш по тегу создателя контента. Мы лично тег Тимпея. Вся информация, в принципе, в описании имеется. И как и где чего найти. Поэтому участвуйте. И я думаю, что если вы смотрите этот видеоролик в премьере, то буквально где-то через часик у нас уже сегодня стартанет стримчик. Поэтому присоединяйтесь на него. Будем гамать, обсуждать текущие, грядущие обновления, которые выйдут завтра. Ну и чуть по чуть бэмсить. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.